ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нас действительно травят здесь, да? Двое. Эту утку, они мне каждый день говорят, что ее собаки не будут есть, а они это продают. Нас здесь травят. Какой нормальный человек за вот это все будет отдавать такое попробование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кривлялась, кривлялась замдиректора магазина, который лепил нелепые отмазки про горячий стол. Горячий стол в итоге они убрали, но я увидел, что товар не утилизирован, они его переставили тупо в холодильник. Когда я вызывал сейчас сотрудников полиции, я увидел, что замдиректора предупреждают всех кассиров. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы уже пробили это? Пожалуйста, дай пакет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что, всегда замдиректора чужие покупки смотрят? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, почему? Я просто хочу вам помочь. Я думаю, у нас чуть-чуть отсрочится покупка, чтобы не задерживать сотрудников полиции. Добрый вечер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот вам азбука вкуса, вот вам и культура обслуживания, вот вам и премиальная сеть. Просрочка у вас есть, говорю вам это как заместителю директора. Если вы считаете и вы утверждаете, что у нас есть просроченный товар, мы безусловно прямо сейчас при вас его утилизируем. Ну вы тот утилизировали, переставив в холодильник, все это зафиксировано, а вы сказали, что утилизировано. Вы мне уже солгали. Я обязательно это проверю, я могу только верить вашим словам, я должна проверить. То есть вы хотите сказать, что вы меня не обманываете, это они вас обманули, ну и вы проверите. Ну я для себя безусловно должна это проверить, а как же? То есть это не вы меня обманули, она переставлена в холодильник была, вместо того, чтобы ее списали. Она была списана и утилизирована, и также этот товар, который... Наталья, ее при мне сотрудники унесли в холодильник, и она продолжает там продаваться уже при температурном режиме, плюс два, плюс шесть. Товар был утилизирован. Ну а у меня есть доказательство, что нет. Пожалуйста, это ваше право. Что право? Иметь доказательство, я знаю. У вас есть еще вопросы ко мне, или я могу заняться работой? Да, смотрите, сейчас, скорее всего, приедет следственная оперативная группа по поводу Ковиста. До сих пор, честно, непонятно, что делать вот с этим. Мне сообщили под видео, что температура соответствует заявленному режиму. Но вы знаете... Ее вы не сможете как-то убрать, переставить. Нет, вы знаете, я вам скажу одно. То, что сотрудник вам сказал на словах, да, есть... А, то есть он набрал. Он обманул потребителя, совершил правонарушение 14.7 прав. Вы знаете, вы можете цифры говорить какие угодно. Да, это ваше право, я вам уже говорила. А, то есть вы не знаете таких цифр и законодательства. А я не знаю, я знаю, что вам потребитель. А вы куда смотрите? Смотрите на меня. Я смотрю на бейджик, заместитель директора написано. Я удивлен, действительно, мне замдиректора говорит, может, бейджик перепутали. Вы можете вызывать, оформлять. Хорошо, пожалуйста. В свою очередь я данную продукцию вам продать не могу. Я ее могу утилизировать. То есть у вас двойные стандарты. Здесь все посмотрели. Говорите, продавай, пробивай. Сейчас вы врубаете обратку. Мы уже не заходили, а теперь я уже смотрю, мы с вами слишком долго разговариваем, что действительно товар уже, возможно, вышел. То есть разговор со мной сделал вам пользу, и вы прозрели. А до этого вы были слепым заместителем директора. Это ваше право делать мою характеристику? Нет, я интересуюсь. Мы с вами уже в супермаркете находимся очень длительный срок времени. В Тухлопритоне мы с вами находимся, к сожалению. Это тоже ваше право. Как хотите. Пожалуйста, я могу утилизировать продукцию? Нет, не можете. Я думаю, что ее должны изъять протоколом осмотр места происшествия. Пожалуйста, все-таки пока товар магазина, его так же сфотографировать. Вы же не можете мне это запретить? Нет. Это товар моего магазина, правильно? Я могу это сделать? Удивитесь, конечно, потому что вы меня обманывали, что обладаете большим количеством знаний. Но это мой товар. Ваш товар, он будет тогда, когда вы его купите? Ну, я знаю, что вы так ответите, но нет. Знаете почему? Почему? Я вам дам знания. Давайте. Мне так интересно. Товар передан покупателю в тот момент, когда покупатель совершил акцент. Взял товар с прилавка. Я его приобрел уже там. Когда положил сюда, мне осталось только внести оплату. Вы разрешите. Что ж вам так жалко? Вы мне отказываете. Да, я вам откажу. Ну, хорошо, это ваше право. У вас есть ко мне еще вопросы? Вопросы? Да. Наверное, да. Я слушаю вас. Пельмени жареные любите или вареные? Это вопрос личного характера. Я могу же на него не отвечать? Ну, вы сказали просто вопросы. Тогда всего хорошего. До свидания. Да, мы-то еще не прощаемся. Ну, извините. Нам еще вот это изымать попозже все с вами. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Все равно будут просить вас вызвать. Ну, или меня, или, возможно, мое рабочее время закончится. Вам всегда ответит другой администратор. Мы работаем круглосуточно и рады вас видеть всегда. Да, в нашем супермаркете. Серьезно? Всего хорошего. Вот этот трешак. Здравствуйте, говорю. Здравствуйте, здравствуйте. Вот это. Сколько с меня? Сколько? Что, минуточку? Ну, сумма. Сейчас вы не сможете. Что ждать? Что к сожалению? Этот товар я вам продать не могу. Ну, не можете спешить по собственному. Если сейчас не будет принята оплата, не будет принята оплата, и не выйдет мой кассовый чек, то, естественно, это самое-самое, я считаю, грубейшее нарушение. Вы отказываете принимать оплату национальным платежным средствами? Я отказываюсь вам не пробивать данный товар по причине того, что так как данный товар имеет часы, которые необходимы хранение... Ролексы? Нет, часы хранения при определенной температуре. Я вам не могу продать уже данный товар. Нет, такого не могу. Есть обязанное слово, когда товар стоял на прилавке с ценником. Я не продаю вам товар. Ну, в общем, за этот товар отказываетесь принять оплату? Я не принимаю оплату, я не продаю. За этот товар отказываетесь? Да, я отказываюсь. Все, спасибо, мне достаточно. Пожалуйста. Что вы? Что? Я же вас отказываюсь его продавать. Вы хотите просто... Ну, может, другая не откажется. Нет. В нашем супермаркете вам не будет продан этот товар. Не вопрос. Вы хотите просто так его забрать? Его? Да. Вот это дерьмо, тухляк, нет. Это ваше право. Мне он даром не нужен, этот тухляк. Мне нужно было, чтобы у вас его не было, но он у вас есть. Мы его готовы утилизировать? Так утилизировать его раньше надо было, пока я его не нашел. А здесь я уже нашел, все. Данный товар я вам не продаю. А, все, мы с этим разобрались. Вы уже на видео отказали мне в приеме национальных платежных средств. Хорошо. Я вам отказалась в продаже товара. Конкретного. Мало волнует. Да, конкретного дерьма согласен про срока. Данный товар не является, про срока. А, уже не является? Он был в сроке, пока вы специально не потратили время, чтобы он пришел в неподдость. А, то есть вы сейчас на меня еще клеветать будете. Самим-то не смешно, у вас очень глупые отмазы, на самом деле, на мой взгляд. Это ваше право. Что мое право? Чтобы у вас были глупые отмазы, что именно мое право? Трактовать мое объяснение так, как вам нравится. А. Дайте, пожалуйста, вот этот прошуто круто посмотреть. Что? Угу, подходит. А потом вот этот. Можно я завешу сначала? А там взвешивание? Нет, там еще не завешивание. Такая маркировка, врешь, что ли? Не, врю. Почему? Ну, потому что я-то давно с весами спорю. Давайте. Так. Ценник мне тоже мой нужен. А вот такой я жадный, что этот цельник решил вас украсть. Пришло дурацкое... Сказать то, что вы возьмете этот весь кусок? Пришло дурацкое хотенье, одна навязчивая страсть, Забросить прочь стихотворение. И у Марины в азбуке, все цельники украсть. То есть вы этот кусок берете? Как видите. Это за 100 грамм цена. Нет, понимаю. Ну, там же есть общая цена на маркировке. Ой, я даже аж прям растерялась. Почему? Почему? Ага, спасибо. Потом вот та, которая сейчас ближе ко мне. Вы смеетесь? Вот честно. В смысле смеюсь? Нет, ну бывает смеюсь, когда представляю, как вы лезли бы с той стороны. Что-то мне не нравится это дело. Что, у вас такая маленькая выручка, что вы так сильно офигеваетесь? Нет, ну просто как-то не то что-то. То-то не то. Подозрительно. Ну а вы кто? Вы же продавец здесь, а не следователь. Чтобы разбираться с тем, что подозрительно, что нет. Еще как верна. Да. Я же говорю, что не просто. Ну что за вред, а? Ну согласитесь. Ну я не знаю, вред или не вред. Ну вот больше, чем уверена я, то что это сейчас мне обратно все принесут. Согласитесь? Я хочу быть уверенным, что вам это обратно все не принесут. Да я не верю в это. То есть вот за эту ерундень вы 7 штук 76 тысяч будете отдавать? А кто сказал, что я буду отдавать? Что-то я не догоняю просто. Я вас запомнила. Пожалуйста. Меня многие помнят и знают. А это все равно 7 вообще там дешевый, на 12 кусков чуть меньше. Вы меня прям пугаете, если честно. Меня не посадят? В смысле? А что я такой страшный? Если меня завтра уволят, я вам в кошмарных снах приду сниться. Да вас за что? Вы же продавец, вы показываете, правильно? Да. Что и должны делать. К вам какие могут быть претензии? Я не знаю. Так, потом вот это дерьмо за 723. Потом вот это Г за 4,459. Короче, мне завтра на работу не уходить, да? Выходить, только товара, возможно, меньше в вашем отделе будет. Вот эти я больше люблю. Без всяких... Без всякой неровной. Спасибо. Что-то мне вчера это не нравится. Если честно, правда нравится. Да, кому нравится. Какой нормальный человек за вот это все будет отдавать такое бабло? Ну, есть психи. Как вас зовут? Меня Александр зовут. Окей. Вот, а вам удачи. Подписывайтесь на канал Клуб Патриот. И жмите на долбанный колокол, чтобы быть в курсе. Счастливо, ладно. И вам. Так, ну вот затарились все этой колбасой, хамонами. И сейчас дядя Саша будет считать примерную сумму. И все на сумме? Ну да, там без дат производства товар, прямое нарушение технического регламента таможенного союза 022-2011 года. Мне стало даже интересно, на какую здесь сумму вот этой колбасы на гастрономии. То есть вот они должны указывать дату производства, чтобы потребитель мог посчитать общий срок годности, что эти 180 суток, как здесь написано, например, не прошли. Вот чего-то одного нет, например, у трех буквок ЕАЭС, да? Все, нарушение технического регламента таможенного союза. Нельзя так продавать. Здравствуйте. Я вам пока не нашла. Вы? Да нет, а Наталья ушла уже, да? Смена меняется. А? Смена меняется. А, ясно, ясно. Вы что обзорите? Да вы-то вряд ли. У меня до этого был к Наталье вопрос, но она так это попыталась отбрехаться и трусливо бежала. Вот эту я сегодня просрочку нашел. Скажите. Пока только вот эта просрочка была, ну это на горячем столе было. Ну смотря сколько вы находитесь в магазине. Причем тут? Ну вы, может быть, в магазине. Когда срок истек на горячем столе, тогда из горячего стола это все взял. Я не знаю, вы взяли это на холодном? На горячем. Вы же говорите на холодном взяли. Нет, они перенесли весь горячий стол в холодную, набрав что все утилизировали. А вот это лежало на горячем столе. Это нужно будет другим протоколом осмотра. Смотритель подъехал, смотрите, сейчас он осмотрит, наверное, с протокола осмотра. Все изымется. Изымение будет писать под анкорр. Заявление в книжечку записывали вот ваши коллеги. В принципе, оно есть по поводу Ковиста. Очень приятно, Мария Александровна. Ковист Павел нам нужен. Ранее... 21... Не нужно согласия, я в общественном месте нахожусь. Ну, извините, не работайте в Азбуке, работайте в закрытом помещении, если хотите. Да это вы так, вы так полагаете. 21.40. Да, конечно. У вас есть второе место? Кому как. Я бы сейчас с собой вас поспорить. Вы вызывали? Да, да. Вы там проведите необходимые мероприятия. Ребят, он очень правильно делает. Здесь просроченные ховары. Я вас очень прошу. Покажите содействие этому человеку. Будем понятым первым. А? Первым понятым будете? Я и первым, и последним понятым. Не, нам второй еще. Вы просто, ребят, вы посмотрите, пройдите, посмотрите, чем нас травят. Нас действительно травят здесь. Будем понятым. Что нужно сделать? А вот как раз двое. Это утка, они мне каждый день говорят, что ее собаки не будут есть. А они это продают. И за такую цену вы даже не представляете. Они каждый день перемаркировывают. Да, мало того, вы просто не понимаете, что здесь происходит. Нас здесь травят. Нас в России, понимаете? Вы рядом где-то живете, постоянно посещаете азбуку вкуса. А скажите этому человеку содействие. А вот вы, молодой человек, вы делаете очень богу-будное дело. Спасибо, стараемся. Да, старайтесь. А вы кем будете? Представьте, кем будете. Меня Александр зовут, я человек. Ну, а так подобных... Вы мало того человек, вы еще и ориец, чтобы вы знали. Мы все из-за ориц. Подобных негодяев славлю на всю страну на своем YouTube-канале. У меня канал про просрочку. Очень правильно делаете. Это все просрочное, да? Ну, это все некачественное, а это просрочное. А потом вы поняли, что это некачественное. А есть технический регламент таможенного союза 0.22.2011 года. Вот должно быть не только упакован, но и дата производства. То есть, если мы видим общий срок годности, здесь указано 180 суток, то у нас с вами, как потребитель, должна быть возможность от даты производства, которая здесь не стоит, высчитать эти 180 суток, что они еще не прошли. Вот в чем дело. Нам не дали той гарантии, что эти 180 суток еще не прошли. И они специально, умышленно, на мой взгляд, не ставят дату производства. Но это не только в азбуке вкуса происходит. На самом деле, это происходит во всех российских магазинах. То есть, должна быть дата производства, чтобы эти 180 суток можно как раз было высчитать. Это будет кто-то есть. Животник даже страшно это все давать. Там с горячего стола, там 3 часа прошли. Вот это просрочка. Александр, вот вам помощь. Скоро все изменилось. А видео из этой азбуки сможете посмотреть на канале Клуб Патриот на Ютубе. Мне кажется, главное, чтобы у вас это все получилось. Но если вы уходите, вдруг вам будет интересно, как в дальнейшем здесь развились данные события. Мне кажется, что будет очень важно, чтобы нас кормили свежими продуктами. Это всем важно. Да, мы люди, мало того, мы еще обидели. И наши гены хотят, знаете ли, зарубежье всякое. Нас хотят очень даже травить, между прочим, вот с этого и все. Будь вам помощь. Все будет хорошо. Удачи вам. Полиция, вы объяснять ничего не должны. Должны будут объяснять ваши руководители в территориальном отделе Роспотребнадзор. Я же вам уже отвечу. Нарушены правила маркировки. Нет, не нарушены. Нарушены. Нет даты производства. И у потребителя нет возможности отсчитать 180 суток. Мы не хотим к потребителю любым способом. Вам как? Потребитель из дома должен по телефону звонить? Почему их дома? Потому что вот эта маркировка создана и придумана для потребителя. Чтобы потребитель дома мог посмотреть. Это был в закрытом доступе к потребителям. Как он закрыт там? Я сказал, мне дали. Это не в закрытом. Это в закрытом. Если бы вы взяли бы, например, какой-то продукт. То есть, если доступ закрыт, и он скрывал ваши косяки, и вы полагали, что если закрытый доступ, то это никак не попадет в руки потребителя. То, что у нас продукция в закрытом доступе, мы можем сказать любым доступом. В территориальном отделе Роспотребнадзор вы будете все это рассказывать. Ну, не вы лично, а директора вашего магазина и так далее. Ты ничего от тебя не делаешь? Я выносить ничего не собираюсь. И не что? Я выносить ничего не собираюсь. Сотрудники полиции, у них есть полномочия, и взынут. Не могут они и так далее. Как не могут, у них есть полномочия при подобных нарушениях. Хорошо, так можно сделать все что угодно. На каком основании? С ними будете разговаривать на каком основании. Я понимаю вашу истерию. Не вашу лично, а самой азбуке. За нарушения, за косяки нужно нести ответственность. В рамках беззакония они действуют. Не приобщайте себя к ним. Наше с вами общение начиналось довольно хорошо и приятно. Не смешивайте себя с ними. Вы вот мне понравилось, как адекватный человек. Поэтому не смешивайте себя с этой кучей, по моему мнению, дерьма. Прошу вас привлечь к ответственности руководство ООО «Городской супермаркет Азбуковкуса» Арбат 54-2-1, которые осуществляют продажу товаров с истекшими сроками годности. С нарушением ТР-ТС 022-2011. Это как раз и маркировка, что должна быть 1474 грамма. А, еще такой же. 69 тысяч стоит. Один килограмм 320 грамм. Тут вообще двойная маркировка. Она под видео перевзвесила, чем продлила срок годности на несколько часов или на несколько десятков часов. Неопытность, конечно, хотела сверить, но тем не менее ляпнула. А так сотрудник хороший, адекватный. При мне прям второй стикет повесил, но продлила жизнь даже на 12 часов. Он думал, что вы это покупаете, поэтому вам здесь его новый? Не знаю, Роспотребнадзор должен разбираться. Они должны понимать, что это закрытая витрина. Естественно, вам здесь будет. Какая закрытая витрина? Может, у вас закрытый магазин будет? Нет, закрытая витрина – это то, что вам подают. Закрытая витрина – это то, что вы берете сами. Вы же не понимаете, о чем вам говорят. Должна быть маркировка для потребителя полная, содержать всю информацию, чтобы потребитель эти 180 суток несчастный мог вычитать. И сроки годности уже, скорее всего, истекли, когда он их взял. То есть человек покупает витрина, сроках годности, потом он входит по магазинам, у нас уже есть такие глубокие полно. И когда истекает сроки годности, он называет, вот полицию называют. Я, вот было тебе лучшее мнение, но ты сама сейчас решила клеветать, или зам попросила, который убежала? Нет, я сказала предположение, я даже озвучила, что я предполагаю. А ты знаешь о том, что домыслы не имеют ввеса? Давай про этого, про паблика предполагать, долбится он или не долбится в очко. Ну, предполагать будем. Можно же предполагать, предполагать не запрещено закон. Я озвучу, кто чем занимается. Давайте, нам мешают сами, вы же меня опрашиваете сейчас, а тут суются в наш разговор. Ну, вот, если требуется взять камеру, да, чтобы имелась там доказуха. Ну, хотите, добавьте, что, считаю, что данный гражданин обладает ярко выраженными противозачаточными свойствами. Является 3,14, да, разом, x, y, словами пишутся, x, y, е, плетом. Он тут в куртке, да, терся этот. Из-за этого паблика, короче, полуморозово, все качели заварились в этой азбуке сегодня. Что-то там оперуполномоченный объясняет. Есть, паблик-то накосячил. Ага, все, понял, тогда отдаю. Удачи вам. Да, кстати, чуть не забыл, у меня бутылка с собой была. Бутылка чего? А? Бутылка чего? Да я это, в автомобиле в пробке стоял и не имел возможности выскочить в Макдональдс. Я в эту бутылку пописал. И, к сожалению, я, когда вез сюда наверх эти товары, я на них, ну, не стал мусорить, бутылку эту не выкинул. Вот, а пролил часть сюда, на какие товары, не помню. Просто, чтобы знали. Это все? Да, то есть он подмог чуть-чуть этот товар там. Это все? Да, да. Ваши комментарии? Да. Всего доброго. До свидания. Ну, в следующий раз находите места определенные, да? Там написано ВС. А, ВС. Может, WC? Вот как таких вазбук уберут, каюк. Вот тебе и азбук подкоса. Московское время уже 23.30, полдвенадцать. Вон, два силуэта. Сотрудники полиции, оперуполномочий и следователь Мария ушли. А вот такая должна быть полиция. Им сегодня лайк по поводу Павлика Кависта. Вы сказали, что, скорее всего, он будет привлечен к административной ответственности по 20.1 КУАП РФ, а именно мелкое хулиганство. С вами, как всегда, был Клуб Патриот. Защищайте свои права. Не бойтесь потерять свое свободное время. И Родина вас не забудет. Подписывайся на канал и жми на долбанный колокол, чтобы быть в курсе. Клуб Патриот.